Это 24КИЗ, прямой эфир. Посетители одного из столичных аттракционов хотят судиться с руководством городского парка. Молодые люди уверяют, что надолго запомнят тот день. Конструкция, на которой они решили прокатиться, резко остановилась в нескольких метрах от земли и люди повисли в воздухе. Почему так произошло и кто в ответе за безопасность аттракционов, выясняли наши корреспонденты. У них провода по вылетанию. Да мы выживем нормально, все, успокойся. На этих кадрах тот самый момент, когда обычное развлечение едва не обернулось трагедией для двух молодых людей. В столицу они приехали из Тепногорска, чтобы отдохнуть в местном парке. Но во время движения аттракцион резко остановился. Было похоже, что оборвался трос, вспоминают пострадавшие. В воздухе они провисели больше пяти минут. И мы видим, что трос, там получается, был такой плотный кабель вместе с удлинителем. Я вижу, как его задрало сильно, и он рвется просто, ну, отрывается с аттракциона. И буквально секунд пять-шесть происходит сирена. Нас дернуло, и мы начали очень медленно, ну, не очень медленно, но с нормальным темпом начали в том же темпе, то есть, двигаться. И мы не останавливались. Мы крутились, мы крутились и крутились. Люди снизу, мы заметили тот момент, что люди снизу, они начали бегать, паниковать, кричать, что-то там. И я понял, что происходит, ну, не очень хорошая ситуация. Мы сидели на переднем месте, и вот тот момент, когда мы сзади вот так поднимались, они просто падают перед нашими лицами. Мы сразу видели, как начали паниковать сотрудники. Они нажимают на кнопку стопа, но она не реагирует. То есть, он никак не хочет останавливаться, они начинают звонить кому-то и понимают то, что аттракцион вышел из-под контроля. И получается, тот момент, они понимают, хотят останавливать руками, соответственно, прыгают на него. По словам девушки, она до сих пор не может оправиться от шока. Представители парка даже не извинились за этот случай. Теперь пострадавшие намерены обратиться в суд. Если сейчас установят медицинское заключение, и будут нарушены правила, установлены будут нарушены правила технической безопасности и аттракционов, Акимат обязан отвечать. Он должен проводить проверку техническо-социальную, так как он выдает землю для того, чтобы устанавливать аттракцион. Здесь нужно тогда, чтобы провести проверку на халатность, имела ли со стороны должностных лиц халатность. То есть, соответственно, это должно быть сейчас зарегистрировано в единый рейс досудебных расследований. Между тем, руководство столичного парка заявило, что никакой внештатной ситуации не было. Упавший кабель не имеет отношения к конструкции. Аттракцион остановил сам оператор после криков и паники среди посетителей. А полное обследование аттракциона Space Gun проводили в апреле этого года. Его безопасность подтвердили и независимые эксперты. Здесь, даже на видео, если видно, как вы видите, аттракцион катает, стандарт в штатном режиме работает. Произошел небольшой обрыв декоративной подсветки кабеля. То есть, это не влияет на работу аттракциона как такового самого. То есть, просто нужно понимать принцип работы. То есть, ребята просто до конца не понимают, как бы, ну, как бы это понятно, они же не техники. Здесь не присутствуют элементы тросовой системы, вот как говорится, что оборвался трос. Здесь же вообще другой механизм, принцип работы. Как пояснили в институте стандартизации, за безопасность аттракционов отвечают сами владельцы. Они должны ежегодно проводить техническое обследование. По итогу, результаты этих проверок заносят в специальный паспорт, который выдает завод-изготовитель. Паспорт – это тот самый документ, который, скажем, сопровождает аттракцион на протяжении всего срока его эксплуатации. В котором, скажем, отмечаются все технические мероприятия, которые выполняют владелец для того, чтобы обеспечить его безопасность для пользователей. Так вот, в этом паспорте, мы скажем, есть раздел «Систические оперативства», они называются, где указываются результаты испытаний. В этом же разделе, под этими результатами. Но, согласно действующим законодательству, в данном случае, в данном случае, в этом направлении, в этом направлении, это должностные лица местных срока, на которые, возможно, в случае адеквативных консолей за безопасность. В столичном Акимате заверили случаев нарушения техники безопасности на аттракционных мегаполисах этим летом не было. Узнать же, сколько происшествий, связанных с эксплуатацией конструкции, произошло в Казахстане за последние годы, нам не удалось. Учет таких случаев не ведет ни один гусорган, хотя ЧП в стране происходит и даже с летальным исходом.